Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Сегодня 13 января, Старый Новый Год, для тех, кто отмечает и еще желает проститься с уходящим 2018 годом. Тема как раз в этом ключе «Вибрационный прогноз от Ли на 2019 год». Читает Лора, автор Ли. В 2019 году начнет проявляться вибрационное влияние нового поколения людей. За следующие 5 лет это влияние незаметно распространится и станет доминирующим на планете. Те, кого называли дети Индиго, стали взрослыми. А идущие за ними не от мира сего дети – это уже выпускники вузов. Через 5 лет люди, обладающие шаблонными мыслительными схемами, превратятся в стариков охра, в динозавров, оперирующими понятиями из времен жизни царя Гороха. Чем примечателен 2019 год? В этом году будет масса невозможных событий. В каждой отрасли человеческой деятельности будет происходить нечто, что никак не вписывается в рамки обыденности. Вначале такие происшествия будут вызывать удивление, потом страх, потом любопытство. В стадии удивления будет много разоблачений. Сначала заявление о событии, потом масса комментариев от экспертов, почему этого не может быть. В стадии страха, ожидание того, что событие создаст за собой волну бедствий, не создаст. Будет новое развитие, а не разрушение. Можете делать ставки. Эксперты страха проиграют. В стадии любопытства возникнут масштабные возможности для новых событий. Эта стадия приведет год к ощущению чрезвычайного предвкушения. В декабре 2019-го вы будете радостно потирать руки в ожидании того, что вас ждет в 2020-м. Влияние, удивление, страха и любопытство на мировые события. В марте 2019-го года возникает высокая вероятность серьезных политических изменений на карте мира. Начнутся преобразования как внутри стран, так и в отношениях между странами. В июне ожидается старт технологической революции. То ли откроются скрытые ранее технологии, то ли проявятся новые. Так или иначе, но с этого момента технологии планеты начнут такие преобразования, что прогресс 20-го века покажется лишь мелким всплеском на фоне цунами возможностей 20-х годов 21-го века. К сентябрю 2019-го года из-за пиковых страхов охра стариков возникает высокая вероятность финансового дефолта в мировой экономике. Однако это будет не дефолт, а реорганизации схем движения капитала. Эти события, скорее всего, жестко отразятся на состоянии мировых бирж, но мало затронут экономики стран. В ноябре 2019-го года проявит себя новая модель финансового рынка. Простыми словами, деньги начнут служить людям, а не люди деньгам. Вопрос не в морали, а функции распределения денег. Их накопительная и виртуальная составляющая перейдут в материальную. То, что лишь представлялось фантазией, станет восприниматься в реальной жизни. По всей планете пройдет волна нового ощущения изобилия. Кто больше, а кто меньше, но все ощутят превосходство, изобилие над нехваткой. Здесь идет речь не о том, что все поделить, а о том, что люди начнут гораздо глубже чувствовать свои возможности. Индивидуальные ощущения в 2019 году. Трендовая фраза года «Я могу». Вставите ли вы еще в эту фразу одно слово «все» или слово «это» зависит от вас. Но постоянно вас будет догонять ощущение того, что вы можете сделать, получить, создать гораздо больше, чем делаете. Создаёте, получаете сейчас. И сколько бы вы не добавляли оборотов, у вас всегда будет ощущение «могу еще больше». Местами вас может даже раздражать такое положение дел, и вы начнете восклицать, где же пик моего «могу». Так вот, пика вы не достигнете, поскольку роль этого года для личности – это увидеть, что у роста нет вершины. вы можете выбрать свое «могу» в любой сфере интересов и проверить эти беспредельные возможности, поднимаясь все выше и выше. Коллективные вибрации нового поколения теперь вошли в рост. Они и дают ощущение бездонного верха. Именно поэтому 2019 год можно назвать годом взлёта. Да, перегрузки. Да, страшновато. Да, неудобно. Да, дискомфорт. Но приключения. Если в этом приключении вы почувствуете себя охра стариком, то значит у вас есть точка старта для того, чтобы включить в свое детство индиго. Ведь творчество начинается с осознания того, кто вы есть, а не с пожелтевшей инструкции из прошлого. Какими были предки?